На часах 9 утра, а значит эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновск. В студии Екатерина Лазарева. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. Опасный котлован во дворе дома номер 60 по улице Рябикова пугает местных жителей. Они опасаются за свою безопасность, но коммунальщики устранять проблему не спешат. Субтитры предоставил DimaTorzok Яма, мешающая жителям и угрожающая дому. По словам тех, кто проживает в доме номер 60А по улице Рябикова, котлован возле их высотки появился еще в начале лета. Ремонтные бригады вели работы, но закапывать яму не торопились. Местным жителям пришлось обращаться и в районную администрацию, и в водоканал с просьбой завершить замену коллектора как можно быстрее. Коммунальщики сослались на сложности. Как заверяют жители, сроки выполнения работ постоянно переносились, и тогда они написали в региональное отделение Общероссийского народного фронта. По нашему мнению, эти работы ведутся очень медленно. Все эти аварийные работы должны исполняться долго. Мы сюда обязательно приедем, посмотрим, зашла ли техника, не обманули ли нас в очередной раз. Потому что нам обещали, что работы начнутся с 7 сентября, потом 11 сентября. Проблема с котлованами на Рябикова не нова. Не так давно подобная яма была у соседнего дома. Активисты ОНФ намерены контролировать как сроки, так и качество ремонта. Возобновить работы коммунальщики намеревались сегодня. «Мое трудовое лето». Такое название носит ежегодная областная акция, направленная на трудоустройство молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в течение трех летних месяцев. Подведение ее итогов оказалось не похоже на большинство официальных мероприятий. Здесь и новые прически, и рукоделие, и мастер-классы, и беседы с теми, кто только определяется со своим будущим. А некоторые школьники старших классов и студенты шаг ко взрослой жизни сделали во время каникул. Я узнала о работе от друзей, решила тоже попробовать. Работала первый раз, мне очень понравилось. Я бы хотела пожелать, чтобы люди не боялись и пошли, попробовали первый раз поработать и заработать свои карманные деньги и накопить на свою мечту. Таких, как Алиса, по региону набралось более пяти с половиной тысяч. Большинство из них занимались благоустройством населенных пунктов. Происходит настолько приятная для нас, взрослых, вещь. Запись трудовой отряда мы начали еще в январе. В апреле три тысячи человек были уже набраны. Помимо благоустройства, молодежь работала и на крупных предприятиях Ульяновской области. Естественно, возраст и квалификация временных сотрудников учитывались при определении заданий и рабочего графика. Для заводов прием ребят в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу – шанс прорекламировать себя и заинтересовать будущих сотрудников. Предприятие сейчас очень сильно загружено заказами, поэтому рабочие руки на предприятии всегда требуются, особенно молодые. Нам нужны как квалифицированные молодые кадры, имеющие уже какой-то опыт и профессию, так и ребята, которые только закончили какое-то учебное заведение. Очень серьезно вымываются у нас трудовые коллективы за счет ухода на пенсию людей старших возрастов. И восполнить мы можем только молодыми людьми. А для этого мы должны привыкли определенную любовь к нашим предприятиям и любовь к региону. Если любовь к региону – дело общее, то любовь к трудоустройству по традиции ляжет на службу занятости. Ее сотрудники уверяют, что готовы к вызову. Мы достаточно амбициозно ставили задачи для себя на этот год. И я считаю, что у нас действительно все получилось. Желающих у нас прибавляется каждый год. Но действительно, по сравнению с прошлым годом, количество участников гораздо больше. На церемонии подведения итогов прошло награждение дипломами и памятными подарками за участие в акции «Мое трудовое лето». За номинантов, к слову, в сети интернет голосовали сами трудолюбивые подростки. Подвели и результаты конкурса имени Лемасова, направленного на повышение престижа рабочих профессий. Победителями стали представители моторного завода. Наладчик станков Волдислав Степанов и наладчик автоматов Сергей Миронов. За трудовые заслуги они получили денежные вознаграждения. Игорь Кранцев, Юрий Давыдов, Вести Ульяновск. «Россия. Мои горизонты» – такое название носит новая программа профориентации, рассчитанная на школьников 6 по 11 класс. Благодаря нацпроекту образования и федеральной программе «Билет в будущее» с нового учебного года «Мои горизонты» появились во всех уголках России, в том числе и в Ульяновской области. Цель проста и понятна – помочь школьникам сориентироваться во взрослой жизни и найти себя. Я сама по себе очень творческий человек и, скорее всего, я пойду в направлении хореографии, так как сама уже занимаюсь 10-й год. На самом деле, я очень долго думала, кем мне стать. У меня еще не окончательное решение, но я считаю, что такие уроки очень важны и нужны, и очень помогают людям, которые не знают, в каком направлении они хотят идти. Конечно, занятия по профориентации проводились и раньше. Но раньше разговоры о профессии отдавались на откуп школам и учителям. «А Россия – мои горизонты» – это общая программа для всей страны. Ее задача доступна и объективна – рассказать подрастающему поколению о профессиях. По словам специалистов, такого масштабного проекта, связанного с профориентацией, раньше не было. Нужно, конечно, все-таки, чтобы настроить ребенка, чтобы у него не было вот такого отторжения, такого какого-то страха, да, например, вот, ну, еще там слесарь. Что-то, кто такой слесарь, а то, что сейчас танки с ЧПО, а то, что они ходят как в больницах всех в халатах, как у нас работают и радиоэлектроника, и как работают на авиастроении. Профориентационные занятия в школах будут проводиться внеурочно с периодичностью один раз в неделю. Юно-армейцы Ульяновской области принимают участие в десятых играх «Зарница-Поволжья». Торжественное открытие военно-спортивной игры прошло на аэродроме воинской части Подоренбурга. 180 юно-армейцев приветствовали и напутствовали от имени полномочного представителя президента страны в ПФО Игоря Комарова. Программа «Зарницы» позволяет успешно решать задачи по физической, огневой и начальной военной подготовке. Учит действовать в экстремальных ситуациях и оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим. Эти навыки, несомненно, пригодятся вам всем, особенно тем, кто решит связать свою жизнь с военной профессией. Ульяновскую область на юбилейном мероприятии представляет команда «Пламя России». 8 юношей и девушек – воспитанники 2-й школы рабочего поселка Новая Майна Меликевского района. Свои навыки ребята продемонстрировали в 15 видах соревнований. Это бег, силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, сборка-разборка макета автомата Калашникова, тактическая игра на местности. Сегодня юно-армейцы возвращаются домой. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. Хорошего вам дня.